у ребятки всем привет как ваши дела с вами до воды мы сегодня как ты видишь этот весь беспорядочек на столе это у нас дайджест новинок табачной так сказать культуры у нас есть несколько брендов и это так сказать дроп июня до июня нас подходит концу это дроп июня 2 разбираться что у нас целых четыре новых вкуса от компании наш 4 вкуса от компании северный два вкуса от компании бончи фейхуа от компании дейли хука и конечно же у нас здесь появилась сарма просор мы я в принципе никогда не говорил ничего абсолютно кроме выпуска с амбассадором если тебе интересно как мы сидели и разговаривали с амбассадором сармы то ищи у меня на канале этот выпуск он реально интересный под него очень интересно покурить кальян начнем наверное с арм это земляничное печенье у меня есть вот такая вот рекламная брошюрочка вкус вышел совершенно недавно любимый вкус детства вкус рассыпчатого песочного печенья с тонким ароматом земляники сарма как будто бы знала что именно печенье с любой ягодной начинкой это блять моё самое блять отвратнейшее печенье в моей жизни потому что я его не любил но я прокурил сарму этот вкус вполне прикольно хорошая кондитерка с ягодками да не будем давай назвать это печеньем это хорошая кондитерка с ягодками и она очень прикольно курится я не знаю почему но сармы почему-то с их маркетингом с этими упаковочками у них реально очень красивый креативный продукт почему блять его везде нету почему блять он не взрывает вот почему нахуй блять я не могу понять ребятки так что давайте поддержим бренд сарму и дадим им немного разгончика потому что ребята реально делают прикольные вещи табак реально хороший не буду вам пиздеть покурите попробуйте он в меру крепкий он в меру хороший и он охуенный ахаха блять пересмеялся про сарму наверно все короче сарма это круто давайте теперь пройдемся по дейли хуке а к старлайн до сих пор еще пачки идут с неймингом дейли хука и я это все легко объясню вкус фейхуа у них был заложен еще очень очень давно но уже внутри у нас новые пачки и пачки старлайна и они мне не нравятся ну не знаю как как-то как-то для дейли хуке это слишком просто что ли либо дейли хука полностью уходит в лоукост либо что короче фейхуа у дейли хуке старлайна получилось не хуже чем мой любимый грим бим от компании дарксайд ничем не хуже правда очень легенький и за счет того что в нем в принципе отсутствует какая-то такая табачная нотка фейхуа при этом вроде бы должна как бы раскрыться ахуенно типа ничего же не мешает фейхуе раскрываться а вот нет блять чего-то не хватает я ее пробовал забивать по-разному и в итоге понял что вкус для миксов топа но в чистую такой легкий продукт мне вот прям никуда не залазить прям вот убей нахуй идем к нашим наверное любимчиком это компания бончи кто не знал у компании бончи есть пяти процентовая линейка что это за линейка вы скажете нет если вы думаете что пять процентов то типа это весь предел процентов в чашке то нет это просто название линейки пять процентов типа но это очень креативно и на граммаш в чашке это никак вообще не влияет это линейка альтернативных вкусов так сказать альтернативных ароматов продукции бончи чтобы все это не запихивать в одну линейку ребятки сообразили назвать это грубо говоря альтернативная линейка и название ему давай-ка сделаем пять процентов вполне нормально поэтому пяти процентовая это не значит что в чашку надо ложить пять процентов я лично обычно лично обычно короче я забиваю иногда прям целую чашку одного вкуса из пяти процентов и конечно же кайфу у нас здесь два вкуса это лаванда и это мелиса два таких травянистых вкуса но здесь начинается замин очка я на самом деле уже покурил их дома я покурил их еще на выставке хуга клап шоу и там и тут а у меня возникла куча вопросов типа что блять что смотрите а что касается мелисы мелиса да не для кого не секрет а кто не значит такое мелиса у волком в google в яндекс а это разновидность так сказать мяты а там ну это мята но почему-то мелиса у компании бонч пахнет лемонграссом она пахнет лимоном она пахнет цедрой она пахнет лемонграссом и она пахнет андропсом но никакой мятки здесь нету вообще то есть во время курения да свежо да прикольно но все равно при больше преобладает цитрусовая нотка и что делать если ты покупаешь мелису в надежде нарваться на что-то мятное и такое прям свежая я не знаю но посмотрев мой этот выпуск ты примерно понимаешь что такое бонч мелиса если хочешь что-то очень прикольное цитрусовая от компании бонч что это мелиса блек как как странно бы это не звучало что касается вкуса лавандр 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 а это у нас вкус лаванды на самом деле я очень люблю лаванду не как цветы да а как что-то пищевое лавандовый раф кофе лавандовая мачо лавандовые пирожные это все очень здорово лавандовый чизкейк то здесь они немного попали ну если ты так нюхаешь то они попали но когда ты начинаешь все это раскуривать в чашке шмолит пиздец то есть такое ощущение как будто я бью хорошую такую чашечку стаффа на самом деле и взрываю ее через кальян прям вот шмолит шмолит я помню какой-то а чебака в коллаборации с хука плейсом у них был вкус рок-н-ролла вроде бы это вот чистая шмалина была здесь же примерно шмалина которую пытаются замаскировать еще немного лавандой поэтому вкус сам по себе прикольный в чистую стремновато его курить поэтому рекомендую его только в миксах а так прям лаванда лаванда да идем наверное к нашим ярким баночкам это у нас компания северный и у него четыре вкуса наверное начнем давайте с крепкого орешка я помню когда первые вкусы ореха выходили на рынок а именно нацов так сказать да а мэтт пировский нацу дарксайда орешки вроде были не помню у кого еще были орехи и они были прям сука охуенные помните еще орехи от компании бута и вроде бы еще у щербитоза тоже были орехи прям взрывало прям взрывало северный же решил немного накинуть всем флешбека этим вкусом и орехи прям получились у северного зачетные а любителям двойного яблока рекомендую дерзкий апцент возможно я бы так сказал если был бы полнейшим дилетантом восприятие кальяна но я вам так не скажу дерзкий апцент не совсем апцент лично для меня я не любитель апцента я прям вот так не употреблял но я примерно знаю его вкус да тот же самый примерно они со тоже примерная самбука это у нас апцент но в данном случае все что у меня нос зудит прям капец но в данном случае дерзкий апцент это что-то больше чем мастика назову это так я его курил и так и так я его курил в джон кальяна я его курил вместе с мариком я его курил вместе с антоном гайворонским я его курил вместе с тесла я его курил вместе с филом я его курил вместе со львом Со всеми я, короче, курил этот вкус, и везде одно и то же. Везде для меня преобладает больше мастика, нежели чем аниса, гава, самбука и прочее. Поэтому дерзкий абцент, вчистую, это прям вот мастика-мастика. Я не говорю про мастику как карамель. Есть еще такая трава-мастика, кто может помнит, у альфакера был вкус мастика. Так вот, дерзкий абцент, это прям вытащенная аромка альфакера-мастики. Свежий бабл, хорошая, прикольная жвачка, хотя у Северного уже был похожий вкус, но этот немного послаще. То есть, он немного прикольный, то есть, его прям прикольно миксовать, но вчистую вкус максимально пустой. То есть, в миксах раскрывается охуенно, а вчистую, ты типа, чё, блядь, непонятно. Хвойный микс, новый топ для меня в компании Северный. Это прям супер охуительный вкус. Вот это вот просто можно взять и выкинуть. Если мне скажут, да, выбираю либо три вкуса Северного, либо один вкус хвойного микса. Я скажу, что хвойный микс, а этих ребят выкидываем нахуй. Объясню почему. Хвойный микс, ёлки, либонис, бомбшелл и прочее, да, для меня это, наверное, что-то на уровне фейхуа. Я очень люблю травушку, муравушку, я очень люблю базилик, я очень люблю, грубо говоря, хвою, да, ёлочки. И я помню, у меня были целое ведро килограммовое старбаза со вкусом либонис, бомбшелл. Кто не знает, да, старбаз продавался в огромных килограммовых ведрах. И я покупал себе, постоянно заказывал этот вкус. Короче, хвойный микс это топ. Как вчистую, так и в миксах просто залетает на ура. Ну, идем, наверное, к нашим ребятам из компании «Наш». У них есть прикольные вкусы «Скитлз», «Ягодный», «Черри сода» и, конечно же, «Последний самурай». Этот вкус больше всего меня заинтересовал своим названием. Прям я жестко повелся на этот «Последний самурай». Повелся я почему? Потому что мне хотелось понять, что же это такое. В итоге я выкурил 4 чашки самурая и до конца не смог определиться, что же это такое. Если ты мне скажешь, да, вахули ты мозги и бишь, зайди в аккаунт «Табака» наш в инстаграме и посмотри, что такое «Последний самурай». Я вам скажу, что никакой информации про «Последний самурай» на данный момент в их инстаграме просто нет. Но я его прокуривал и так, и сяк, и понял, что это что-то ванильно-цветочное. Никаких ягод. Ванилька так чувствуется больше на «Переднем плане», но где-то вдали прям очень-очень жесткие приторные цветы. Как в целом разгрузиться от аромок, вкус идеальный. Если просто вы так же, как и я, поведетесь на «Последний самурай», то будет вам сложновато, будьте с этим вкусом аккуратнее. Он не сильно яркий, он не очень крутой, он не очень сладкий, но он очень интересный. Поэтому с «Последним самураем» рекомендую быть аккуратнее. Не дай бог порежет вас, блядь. Черри сода. Охуенная вишня, охуенный газированный напиток вишневый. Очень похож на натуральные соки, типа я, рича, вишневые, очень приторная вишня. Но при этом, так сказать, с эффектом газировочки, что очень здорово. То есть я очень тоже люблю вишню, и это прям мне очень понравилось. Ягодный, ягодный. Блядь, я реально просто в ахуе, да, вот с названием «Ягодный», блядь. Типа малина, клубника, земляника у табака наш, это типа, блядь, ягоды. А это ягодный. Ягодный. Короче, прям тофтология, то это просто, я рекомендую, вообще, блядь, рекомендую табак наш. Назовите следующий вкус сладкий. Ну почему, вы же назвали ягодный, да? Значит, теперь у вас должен быть вкус сладкий. А потом следующий вкус назовите нежный. А потом назовите его кислый. А потом назовите его мятный. И нахуй придумывать, и ебать вала, и придумывать прикольные названия, если есть, можно сказать, ягодный. Ягоды, короче, топ, блядь. Как бы я ни пиздел на название, но ягодки прям топ. Мне показалось, что это смешали прям всё-всё-всё, но добавили ещё немного чего-то более-менее приятного, которое сглаживает, так сказать, резкие углы ягод. И здесь, по мне, преобладает земляника от табака «Наш». Скитлс. Скитлс от табака «Наш». Что же, что же это такое? На самом деле, этот вкус о нём говорили много. Я помню, когда ребята, миксологи, миксовали вкус Скитлс и предлагали его в кальянах, так сказать, самопальный Скитлс. И я помню, когда в мамунию приходили люди и говорили, блядь, забейте нам Скитлс. Мы типа, чего, блядь? Чего, блядь? Он говорит, ну, мы были там в кальянах, и нам парнишка там намиксовал Скитлс. Было прикольно. Короче, мы так ебались, так ебались, но как тот парнишка миксовал Скитлс, мы так и не поняли. Но табак «Наш», походу, только сейчас, спустя 4 года, наверное, после того момента, он такой, бля, пацаны же ебутся в кальянах из-за гостей, которые просят Скитлс. Надо въебать Скитлс. Короче, Скитлс похож, да, кисленький, такие, дропсовым оттеночком, немного лимонный, немного мятный и чуть-чуть такие кисловатый. Прикольно. Молодцы, табак «Наш», начинают делать прикольные вкусы. Есть, конечно, еще много новиночек, правда, у меня их сейчас нет, это табак «Чайная смесь Хайп», тоже презентовала вкус Скитлс. Я его прокуривал еще до выхода, у меня где-то была дома баночка, я просто не смог для вас найти, потому что она у меня еще лежала здесь за много-много месяцев до официального дропа, который был вот-вот недавно, буквально пару дней назад. Также у меня есть еще один вкус от компании «Хайп», который они не дропнули. Поэтому я вам предлагаю прикольную идею. Давайте добьем на этом видосе похуй, блядь, 500 лайков, и я просто напишу в комментариях следующий дроп от компании «Хайп Хука», да, чтобы вы примерно понимали, что к чему. А в чашечке у меня, конечно же, был вкус «Последний самурай», я уже до конца решился убедиться, в последний раз его забить и понять, нравится он мне или нет. Он тоже неоднозначно, он мне как бы и нравится и как бы не нравится, что-то в нем не хватает, это чего-то охота доебаться и так далее. Поэтому, ребятишечки, детишечки, девочки, мальчики, малышечки, кошечки, всем пока-пока, это «Джайда» дайджест новинок, и с вами был Дава Дым.